На Алтае стартовал литературный фестиваль Роберта Рождественского. Накануне в Краевой филармонии с концертом выступил Евгений Дятлов. Чем еще будет интересен фестиваль гостям и его участникам, об этом и не только мы поговорим с министром культуры края Еленой Безруковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я уже сказала, что фестиваль открыл Евгений Дятлов. Это случайно, что он к нам приехал, ну и Алена Сверидова, или есть какая-то закономерность? Нет, конечно, не случайно. Всех гостей мы подбираем довольно тщательно. Кроме того, у нас есть такой идеологический центр нашего мероприятия, Екатерина Робертона Рождественская, с которым мы обязательно советуемся, чтобы мы понимали, что эти люди имеют отношение. И тот же Евгений Дятлов, он выступал в программах, которые организовывала Екатерина Робертона по песням на стихи Роберта Рождественского. Алена Сверидова, ну тоже из людей, которые достаточно близко знакомы с Екатериной. И вот помимо того, что мы знаем ее как певицу, такой факт, который знают, наверное, немногие. Она, например, является членом Союза писателей России, да, как автор песен. Поэтому, а Евгений Дятлов, кроме того, помимо того, что каждый из них будет исполнять в больших программах сводных песни, связанные с, собственно, основной темой фестиваля, это лирика Роберта Рождественского, но их репертуар, он как-то очень близок по теме. Вот вчера был концерт филармонии Евгения Дятлова. Он исполнял много вещей, Акуджава, Висбор, песни под гитару, романсы, которые в такой русской песенной традиции, когда для нас важно слова услышать, смысл донести, донести такую открытую, горячую эмоцию человеческую. Поэтому в целом, мне кажется, это в той поэтической песенной традиции, которая близка и органично тому, что будет происходить в рамках фестиваля. Алена будет работать в филармонии сегодня. Конечно, когда они показывают свои сольные программы, они показывают свой репертуар. Но помимо этого и Евгений, и Алена выступят у нас в сводной программе Open Air на площадке возле Краевого драматического театра в пятницу в 18.30. Ну, то есть мы понимаем, это открытая площадка, то есть бесплатно будет возможность. Будет возможность, но и сразу скажу, потому что, конечно, те, кто не придут самыми первыми и не займут те подходы близко к артистам, конечно, им будет из-за других людей не видно. Просто там никакой сцены не предусмотрено. Но мы специально ставим экран, как в прошлом году, поэтому крупным планом исполнителей мы увидим. Я думаю, что это будет интересно. Ну, уже сегодня фестиваль частично, если не ошибаюсь, переместился в Косигинский район, там будет проходить семинар молодых литераторов. Кто приехал, сколько участников, подробности. Да, ну, во-первых, еще раз делаю акцент, что все-таки у нас наименование фестиваля теперь первым словом является литературный, поэтому литературная составляющая там обязательно должна быть. С нашей точки зрения, и вот в этом году вливается в межрегиональный семинар литераторов. Он не впервые присоединяется к этому фестивалю, но впервые он проходит на выездной площадке, причем на территории того района, который является вот у нас родиной Рождественского, ну и площадкой, где мы завершаем свой фестиваль. На базе учебных практик Алтайского госуниверситета Красивого у нас в течение нескольких дней будут работать руководители и участники семинара в двух секциях поэзии и прозы, участники, ну, из самых разных точек нашей страны, но, наверное, в большей степени мне бы, например, было бы интересно сказать о руководителях семинара, потому что это люди, которые приезжают не только пообщаться с молодыми, чему-то поучить, поразбирать их тексты, ну и передать что-то полезное для их дальнейшего творческого развития. Ну и, безусловно, это интересные творческие личности, которых мы сможем с вами увидеть в Косихе, они выступят, пообщаться с ними. Татьяна Набатникова, Москва, Андрей Расторгуев, Екатеринбург, два автора из Новосибирска, причем представляющих журнал «Сибирские огни», один из таких ключевых сибирских журналов, Кристина Кармолита, Дмитрий Рябов, наши руководители в секции поэзии Валерия Котеленица и в секции прозы Анатолий Кириллин. Более чем солидный состав, я думаю, что есть что взять, чему поучиться, ну и просто пообщаться с этими людьми. Они являются авторами и нашего журнала «Алтай», ну и в целом в литературных кругах достаточно известных. Ну а ребят-то много заявилось на участие? Ребят, я должна сказать, что порядка 30 участников, но они проходили их рукописи конкурсный отбор, то есть мы брали не всех, кто хотел бы заявиться, но это связано и с потребностью все-таки сузить количество обсуждаемых рукописей, иначе невозможно будет с ними в качестве поработать. Во-вторых, все-таки литературный семинар предполагает уже ну какой-никакой уровень, чтобы было о чем говорить, предмет для разговора. Ну а поскольку мы обеспечиваем условия, когда мы принимаем участников, то понятно, что мы принимаем определенное количество, чтобы положилось... Официальное открытие фестиваля, напомните, когда, где, как состоится все это? Несмотря на то, что фестиваль немножко разросся, он уже проходит в течение четырех дней, тем не менее у нас есть опорные точки, которые мы считаем открытием и закрытием. И поскольку в Барнауле основной опорной площадкой вся была и остается Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая на Льва Толстого, то именно в этом музее программа музейная она считается официальной точкой открытия, хотя до этого и концерт Дятлова, и концерт Свиридовой пройдут, но тем не менее в три часа Гмелика, Льва Толстого 2, в пятницу, это официальное открытие литературного фестиваля Роберта Рождественского. Музейные программы имеют свою камерность и свою специфику, и они в большей степени заточены на тот литературный и музейный компонент, который позволяет более вдумчиво отнестись к творчеству, к личности, к событиям, происходящим вокруг этого имени, какие-то новые книги. Мы в этом году презентуем книгу последнего лауреата поэтической премии Роберта Рождественского Виктора Кирюшина. Мы ее выпустили. Напомню, что у нас две литературных премии поэтическая Роберта Рождественского и прозаеведческая Василия Шукшина. Лауреатов этих премий мы печатаем, выпускаем их книги. Это важно, это здорово, и книги эти презентуем. Кроме того, Гмилика каждый раз выпускает новую небольшую книжицу стихов Рождественского, которые они собирают каждый год с определенного ракурса. И вот такая коллекция книг уже накопилась. В этом году в очередной раз у нас будет возможность получить, приобрести книжицу стихов Роберта Рождественского, и она будет презентована. Поэтому... А кто-то из родственников приедет к Рождественскому? Да, в этом году у нас приедет. Она была у нас неоднократно, Татьяна Александровна Рождественская, это супруга брата Роберта Ивановича. Екатерина Робертовна в этом году пропускает. Два года подряд она у нас была, но она так морально с нами, у нее немножко другой график. Татьяна Александровна представит семью. Ну, во-первых, нам важно участие близкого человека в фестивале. Во-вторых, все-таки в этом году мы представляем коллекцию предметов, которые Екатерина Робертовна подарила нам, связанных с семьей. Они будут выставлены в музее Роберта Рождественского в Косихе. Мы их покажем. Мы находимся в процессе подготовки и внедрения постоянных двух экспозиций. Одна из них мемориальная, связанная с этими предметами. Ну и, конечно, важно, чтобы близкие были, понимали, как растет и развивается фестиваль. Частичку духа семьи принесли нам. Так, ну вот мы в пятницу фестиваль открываем, и основные мероприятия все же в Косихе состоятся, и в выходные, да? В Косиху мы... Какие ключевые моменты, вот куда стоит сходить? В Косиху мы едем в субботу. Я напомню в целом формат фестиваля, я обязательно скажу о некоторых новых компонентах этого фестиваля, на которые стоит обратить внимание тем, кто уже был, не против приехать, ну, хотел бы что-то новенькое посмотреть. Во-первых, напомню, что фестиваль в Косихе проходит в Березовой роще, который носит название «Яр любви». Там работают две основных площадки, одна из них песенная. В 12 часов 22-го числа открывается песенный фестиваль. С разных районов, территорий приезжают коллективы-исполнители, которые, конечно, будут петь песни на стихи Роберта Ивановича Рождественского. И после того, как этот фестиваль в течение нескольких часов будет идти на песенной площадке, в 4 часа начинается программа, ну, так скажем, со звездами. У нас в этом году три основных гостя. Это озвученный уже мной и вами Евгений Дятлов, Алена Свиридова вместе с музыкантами, с группой. Она приезжает не одна. Если Дятлов исполняет под гитару, то Алена Свиридова работает с группой, с музыкальной. И, кроме того, замечательный, очень хорошего уровня коллектив Павла Шаромова из Новосибирска. Мы помним, что иногда коллективы из наших соседних регионов принимают участие. В прошлом году это были Амичи, в этом году это Новосибирцы. И вот ансамблевое исполнение песен Рождественского в хорошем, качественном звучании. Это тоже будет здорово. В 4 часа 22 числа в Косихино, Юру любви, начинается программа музыкальная с гостями. Кроме того, работает и поэтическая площадка. Я напомню, что она так интересно инсценирована. Там с кумачом, с таким растянутым красным автомобиль, на фоне которого читают поэты свои стихи и гости. И наши поэты алтайские. Туда всегда выезжает делегация литературная, десант такой. Поэтому отдельно, чтобы не перебивать песни и стихи друг к другу, потому что каждая площадка работает в течение нескольких часов подряд, желающих выступить очень много. Поэтому в этих двух точках, в зависимости от своих предпочтений, конечно, можно выбрать для себя то или иное. Помимо этого, на территории этой рощи работают самые разные площадки. И сувенирная продукция, и выставочные площадки. Ну и, конечно, люди приезжают отдохнуть, им хочется покушать, поэтому есть возможность... В общем, все включено. Из нового на Юру хотела бы сделать акцент и обратить внимание. Новоалтайская библиотека имени Мерзликина, выиграв гранд-губернатора в этом году, презентует нам литературный квартал, который будет посвящен всем литературным чтениям, которые проходят в Алтайском крае. В одном месте в виде выставки мы их ни разу вот так не собирали. Возможно, потом где-то и в других местах эта выставка куда-то поедет. Но презентацию мы сделаем именно в Косихе, именно на литературном фестивале Роберта Рождественского. Но мы с вами так сразу переехали на Яр. Хотя, когда мы приезжаем в Косиху, на центральную площадь, конечно, мы утыкаемся в музей Роберта Рождественского. И это первая точка. Здесь тоже будет что-то происходить. Здесь будут важные такие составляющие нашего литературного фестиваля. Во-первых, у нас есть практика, она не первый год. Наши художники, наш Союз художников России, при поддержке, опять же, гранда-губернатора Алтайского края, выезжает и работает в формате пленеров. Рисует красивейшие места. Возник вопрос, почему бы Яр любви не порисовать в конце концов. В прошлом году, напомню, они работали в Сроссках, на Шукшинских чтениях. И вот уже сейчас, несмотря на ветра и дожди, наши художники в полях там рисуют, работают. И когда мы с вами приедем в Косиху 22 числа, у нас будет возможность, наконец, посмотреть, какой же итог этого пленера, что же нарисовали, как же отразилась Косиха с ее красотами, с ее вот этой лосихой, с ее излученными березами на полотнах художников. Кроме того, интересная тоже в художественном направлении выставка будет там же. Это будут каллиграфические работы, работы в жанре или, как правильно назвать, каллиграфии, которые потом, в дальнейшем, станут основой постоянной, одной из двух постоянной экспозиции в музее Рождественского в Косихе. То есть стихи Рождественского вот в таком варианте. Вы очень подробно рассказываете до завершения нашей программы две минуты. Давайте немножко урезаться. Хорошо. Погода у нас совсем нестабильная. Чего делать будем, если дождь пойдет? Да, ну мы, конечно, смотрим внимательно в прогнозы. Мы видим, что на пятницу и на субботу у нас хорошая погода, 24 градуса без дождя. Да. Надеемся. Но в любом случае мы работаем... Все работают без всяких там отмен концертов и так далее. Все верно? Ну и крайний вопрос. Вот фестиваль Роберта Рождественского уже как-то дотягивается до Шукшинских дней на Алтае? Или их вообще не стоит сравнивать? Ну, я бы не стала, конечно, сравнивать, потому что Шукшинские дни включают порядка 30 составляющих. Это очень большой фестиваль. По заинтересованности гостей. Ну, по заинтересованности гостей, вы знаете, здесь немножко, можно сказать, кто что любит. Может быть разная действительно даже. У Рождественского немножко другая атмосфера. Это большая камерность. Это не столько размаха, но сколько какой-то вот такой душевности, трогательности. Сама эта березовая роща, где не так много тысяч человек включается. И это, конечно, притягивает. Потому что людям хочется простоты, душевности. Формат рождественских чтений, мне кажется, это несет. И мы хотели бы это сохранить. Международные гости уже начинают прибывать на этот фестиваль? Так, как на Шукшинский. Гости приезжают и из других регионов, и международные. Но не считали, сколько обычно? Мы, конечно, не следим, как говорится, паспорта не проверяем. Но фестиваль расширяет, конечно, количество участников. И людям интересно поехать. Ну, в среднем сколько бывает год от года людей? Какая-то статистика наверняка бывает. Наверняка бывает. Ну, не считали. Или я как-то вот не посмотрела. Ну, давайте тогда нашу беседу завершать. Если бы вы не были министром культуры, вот просто как гость, поехали? Я бы поехала, там хорошо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях была министр культуры края Елена Безрукова.